Во дворе одной из Брестских станций технического обслуживания выросло настоящее железное дерево. Трудно поверить, но еще совсем недавно это уникальное творение было лишь грудой металлолома, который чаще всего просто сдается на переработку. Но умелые руки плюс талант и трудолюбие дали удивительный результат, которым сегодня интересуются не только клиенты мастерской, но и обычные прохожие. Как открыли автосервис, появилось большое количество металлолома. Вначале его сдавали, потом в интернете увидел много интересных вещей. Из ненужного железа. Вот и появилась мысль сделать что-то такое. Вот и продолжаю делать дальше. Хочется всегда делать что-то необычное, из чего-то ненужного. Я не знаю, как это происходит. Оно внутри меня. Как-то просто хочется проявляться, может выделиться. Дмитрий признается, что тяга к автомобилям появилась у него еще с детства. Во время летних школьных каникул будущий мастер разобрал, собрал и отремонтировал не один мотоцикл и мопед. А потому с выбором будущей профессии определялся недолго. И сегодня может смело сказать, что обслуживание транспортных средств – дело его жизни, которое, к тому же, вдохновляет на творческие свершения. Я считаю, что я занимаюсь тем, чем мне хочется заниматься. Мне всегда нравилось. Если честно, я даже об этом мечтал. Но, судя по моим изделиям, некоторые люди спрашивают и говорят, что, наверное, я занимаюсь ничем, чем надо. Я отвечаю, что я занимаюсь тем, чем надо. Это просто мое хобби. Коллеги по цеху к увлечению Дмитрия относятся с одобрением. И по мере сил и возможностей сами активно участвуют в создании железных шедевров. И с удовольствием потом наблюдают за удивленными и восхищенными взглядами посетителей. А изделия меньшего масштаба, типа весов, фигурки скорпиона или железной конфетницы, даже используются в качестве предметов интерьера. Интересно. Все красиво. Хочется самому так делать, но у него опыта больше. Смотришь, пытаюсь подражать. Что для университета даже. Учусь, пробовал делать. Получается, но не так, как у него. Работать есть с чем. Материала хватает. Он сделан буквально из запчастей. Мастер разрождается нашего какая-то идея. И уже постепенно в процессе работы каждый дополняет какими-то идеями свое. И в итоге получаются вот такие у нас экспонаты.